настроил немножко камеру чтобы на меньшее на мерцание реагировал и так перед тем как мы будем фальцевать мы зафиксируем наши элементы некоторых местах и вот когда у нас уже зафиксировано все все элементы вот мы приступаем уже к фальцеванию самого всех элементов вот подводка у нас получается и сами пальцы где смотрим ребят как вы могли заметить что передняя часть подводка я сделал саму задерка сделал на станке здесь покажу на этих элементах как это сделать на месте вот это можно сделать точно так же вот этот элемент как и вот этот но вот этот элемент если вы знаете помните да смотрели внимательно то у нас нет планка углом то есть на гибочном станке ну так сделать будет проблематично вот поэтому этот элемент в любом случае буду по подводить вот нам нужно взять полоску можно стянуть и даже вдвое для надежности вот если вы новичок и рука не поставлена чтобы бить вот надо вдвойне лучше скрутить для чего сделается это подкладывается под рейку чтобы когда мы будем подводить молотком не поцарапать ножом вот что мы делаем у меня есть ролик на канале подводка к желобу называется насколько я помню и вот как яндой там примерно одинаковые операции можете их посмотреть то есть мы разворачиваем пальцы берем шаблон отступаем от подводки 10-15 миллиметров и рисуем мысель нарисовали берем радиусные ножницы здесь у нас рисовываем мысель это тоже самый мысель который у нас есть плюс миллиметров 9 вот и убираем лишнее даже верхний уголочек я ослабляю об этом я тоже рассказывал про мысель ролики про мысель даже несколько роликов про это есть можно не расслаблять короче ребят об этом уже только раз говорил в роликах можете посмотреть кстати честно говоря для вас это секунду было как будто непрерывно но закончилось на том что я когда сказал вам что сейчас фиксируем и фальцуем это было вчера сегодня уже воскресенье вот я пришел и продолжают делать вот что мы делаем эти мы пальцы выравниваем здесь возвращаем малый обратно здесь тоже самое вот берем маленькие хатике еще раз говорю если вы берете инструмент себе то берите такие вот зелененькие фронт вот не штубаевский вот именно маленькие все остальное штубай а вот маленькие все таки лучше фронтовские на мой взгляд то есть и у моих коллег и остальных у всех зеленые здесь надо немного очень важно ребят очень важно чтобы не было заусенцев проверяйте а то металл порвется это важно как на мысиках скажем так как в этих радиусах очень важно чтобы не было заусенцев это разрыв то есть ну металл порвется немного приколачиваем растягиваем металл чтобы здесь у нас в этом месте металл лег все мы подвернули при подводке вручную на месте загиб где-то около 20 миллиметров больше просто ну будет пряматично завернуть проверяем 20 миллиметров надiu европей это они это здесь у нас не забываем что в этом месте где у нас уголок поэтому мы очень грубо скажем так мы можем замерить где у нас этот уголок отсюда посмотреть вот и ориентировочно сделать больше здесь оставить больше металла когда мы с помощью хапов немножко прогнем и будем видеть нашу планку и потом уже подровняем берем ножницы здесь отрезали и мы начинаем тихонечку подводиться сначала немножко обозначить нашу линию подгиба все делается не спеша есть вот такой вот молоточек крестообразный очень удобный вот рекомендую такую приобрести кровельщикам вот чтобы было удобно мне залезть сюда немножечко приподняв планку его доводим до примерно 90 градусов берем молоточек если у нас обычный молоток нам придется подводиться в такой вот скажем так позе да так на подводить а когда он такой то можно сидя отсюда говорите так если вы заметите вот я бью и на подложки у меня здесь остается царапины если бы эту подложку не положил то естественно все царапины были бы на желуде берем кияночку берем оправку и отбиваем усаживаем тоже некоторые бьют вот так усаживать желательно чтобы площадь удара было больше вот поэтому объем вот так вот сделали так вот и чуть чуть больше мы усадим но не до конца нельзя плотно усаживать надо дать возможность чтобы если у вас будет там ну скажем так грязь залетать там новые годы оттуда в последующем как-то вымыть да ну то есть что вот это выходило и просушивала то место когда дождик прошел не забыть намочила все чтобы лава дужить бы там сохнуть под фальцем то есть влажно чтобы просыхало и мы немножко осадим просто все эту сторону мы подвели а вот поставим клеймер сюда саморезы длинные я скажу надо будет отдельный ролик об этом как записать про то что саморез должен быть если вы делаете обрешетку там допустим 25 дюймовка скажем так то у вас саморез должен быть тоже 25 саморез должен сидеть в полости обрешетки не ни в коем случае не проходить насквозь если он проходит насквозь получается то в продыхе он получается комбицирует то есть сам кончик самореза он начинает так и ну и зимой весной и не покрываться потом то естественно если у вас там какая-нибудь плохая мембрана скажем так и не держит воду то естественно придется в дом но это я потом отдельно ролик запишу про это вот и здесь в этом моменте мы поставим скорее всего прищепочку так вот сюда куда-нибудь подобьем заметьте видите и только я одну картину подвел сколько царапин а здесь чисто вот откладываем сюда как я уже сказал у нас здесь рейка идет углом мы также потихонечку сначала мы получается упираемся в рейку хапами вот и подворачиваем то есть я уже а не за на камеру видно не видно вот но визуально вот у нас у нас есть получается перегиб и мы соответственно два сантиметра подравниваем подравняли и делаем то же самое что и с этой стороны и и и и и и и так подогнали и теперь усаживаем и теперь усаживаем все подводка у нас готова вот и мы приступаем к фальцеванию уже элементов между собой сейчас я приготовлю все и лишнее уберу отсюда и будем фальцевать и вот мы начинаем фальцевать радиусные элементы то есть у нас раньше я помню когда начинал такой факт не знал что по заусенцы не знал и не знал не знал почему в этих местах металл рвется вот то есть самое главное самое главное чтобы металл не рвался чтобы не было заусенцев прорезов вот еще объясню у нас получается что здесь 30 миллиметров потом в конце когда уже мы все сфальцуем отгибается делать такой ну водный палец вот мы смотрим где у нас примерно на этом элементе отгибаться то есть у нас первый фаль заказывается потом второй фаль закладывается вот и сверху мы вот так вот у металла ослабляем вот и получается что вот этот вот в этом месте мы тоже первый фальц убираем что потом нам в этом месте он было легче согнуть выгнать его мы это делаем то есть я уже у малого если заметили я ослабил оставляю у этого элемента мы ослабили подготовили все теперь полностью готова к фальцеванию еще раз повторю смотрим горизонты чтобы у вас совпадали вот эти вот с этим элементом важно очень и если у вас малый окон кровли то все внутри пальцем там внутри и либо псу либо герметик или гель или масло пальцевая кое тоже есть и начинаем мы тоже очень важно мы загибаем не прямо по по этому элементу отступаем от него нашим жирным чертить миллиметра два отступаем этого либо чтобы потом при заворачивании второго фальца у нас отсюда металл не поднимал такой ниланд есть мы просто намечаем линию но курсант пришел студент делать трубу обход все это делается не спеша можно делать это оправка для подставлять поправку на малый фальц и на нем это все отгибать кто как привык то так и делать вот и опять хочу повторить много раз об этом говорю что металл надо тянуть вот эта линия подгиба которую вы сделали маленькими хапиками и вы должны ей придерживаться для чё с нашими подписчиками не здороваешься у нас уже илья пришел артем у нас выходной сми раскусения ли я хочет трубу обойти пришел и вот чем остановился мы по линии которые сделали маленькими хапками мы она прослеживается и на ее по ней и тянем металл на радиусах надо очень внимательно делать надо вот мы именно металл тянуть у вас получится так что вы завернете и у вас этот металл не перекроет эта часть пальца замотали первый фальц и мы подмечаем уже второй загиб также отступаем чуть больше многих миллиметров на 2 от нашего завернутого фальца просто немного и потихонечку не спешите это делать то появится изломы на самом фальце с этой стороны поэтому не спеша такой творческий подход этому делу а 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 все мы подметили и сейчас я возьму кусочек мембраны и буду уже на оправке выводить на 90 градусов так вот я взял немножко отрезал мембраны чтобы лопатку завернуть воде здесь можем поцарапать не хочу поцарапать иногда это не специально но все равно царапается подкрашивается подставляю и начинаю даже царапается надо было взять ямку ямочки это делать я не специально проверяем у нас 1 пальцы нигде не выгнула потому что бывает так что 1 пальцы начинает вылазить его надо будет маленькими хопом и подравнивать а а а а Продолжение следует... 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 где у нас ослабление воздумалого пальца, мы тоже убираем первый пальц. Все, с другой стороны делаем то же самое, и то же самое мы делаем фальцуем. Все это будет естественно на быстрой перемотке, потому что... Кому что? Субтитры делал DimaTorzok 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 Небольшой кусочек мембраны Подваливаем И подваливаем Немного Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Далее берем длинную линейку Далее берем длинную линейку Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Стыкуем уже вот этим вот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Отрезаем И поднимаем Дальше Берем опрашивку У меня с одной стороны Дальше Дальше формирую уже такие оправки можно привести вот у меня есть ролик распаковка по пока на канале вот можете найти его мне это ролик и посмотреть а и немного сравняем пальцы держим сделаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, и когда мы уже все завершили, сделали с этой стороны, все подняли пальцы, у нас готовы теперь уже дальше картины идти в обе стороны, нам надо отогнуть еще водный палец. То есть у нас здесь я вижу линию моконадгитки, здесь я вижу тоже отогнутые. Я рисую эту линию и так же с другой стороны делаю. И отгибаю все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Так, и я уставка все загнул, чтобы одинаково красиво было, везде оставляю по 25 миллиметров. Отрисовываю все и отрезаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, и завершили мы обход трубы техники двойного пальца. Сейчас я камеру сниму сушатива и уберу инструмент и покажу вам его вокруг. Так, ну вот, собственно, показать поближе, есть возможность, всю подводку поближе. Наш фальчик, потом сюда ставится планка и дальше зашивается труба. Я не знаю, смогу ли я это показать. Видно, да, насколько у нас макет кривой. Субтитры делал DimaTorzok вот так это все делается один из вариантов обходов трубы ну и вот вас еще одна труба будет задняя разуклонка сзади вот будут раскосы и фальцы уходить но перед тем как ее сделать надо сделать гиндоу для желобок еще называется все всем до встречи надеюсь кому-то это будет полезно